архитектура тоже летопись мира она говорит тогда когда уже молчат и песни и предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе 1831 год николай васильевич гоголь здравствуйте дорогие друзья в комментариях часто спрашивают чего мы постоянно показываем эти церкви как будто показать больше нечего а все очень просто мы показываем не церкви а старинные здания уже который год этими фильмами мы пытаемся обратить внимание зрителей на очевидные для нас вещи это архитектурные элементы и способы строительства этих зданий и чтобы не быть голословными показываем на конкретных примерах и вот еще один яркий пример приспосабливание здания для конкретных целей церковь вознесения господня в оружейном переулке города тулы это настолько явный пример что пройти мимо мы просто не могли начнем как всегда с кратко официальной исторической справки возведение существующего на них рама длилось более 30 лет в 1755 году первый этаж храма был выстроен и освещен верхний из-за недостатка финансирования оставался недостроенным в 1779 году строящееся здание пострадало от пожара столь протяженные строки строительства объясняются использованием различных архитектурных стилей классицизма и барокко в 1787 году храм был окончательно достроен и 2 октября того же года освещен рядом с храмом была возведена колокольня шестью колоколами храм имел одну позолоченную главу крышу была крыта белым листовым железом иконостас был позолоченным а все иконы были написаны знаменитым мастером того времени григорием ивановичем белоусовым в 1834 году на втором этаже случился пожар во время которого сгорел весь иконостас написанный белоусовым а новый появился там лишь в 1844 году в 1883 году при храме была открыта церковно-приходская школа в начале 1930-х годов храм был закрыт колокольня впоследствии снесена церковь вознесения является памятником истории и культуры федерального значения здание поставлено на госохрану в 1960 году согласно постановлению совета министров рсфср в 1961 году в бывшем храме находилась мастерская союз шахта осушения в 1992 году вознесенскую церковь возвратили тульской епархии в настоящее время при храме работают прихорская школа и библиотека конец краткой официальной исторической справки здесь сразу хочу отметить такие важные моменты первое в 1787 году крыша храма была крыта белым листовым железом не уточняется прокат на это железо или листобойная просто скользь упоминается что оно было то есть получение листового железа в 1787 году проблемы не было второе как всегда снесена именно колокольня третье обычный кирпичный храм в городе оружейников строился целых 32 года при этом известно достаточно много примеров когда храм сопоставимых размеров в далекой глуши строится всего за один год например церковь успения в рязанской области которую мы посетили во время экспедиции 2020 года четвертое церковь имеет два этажа при этом это не верхний и нижний храмы а именно два этажа одной и той же церкви если кто не знал то при наличии в церкви нижнего храма она называется иначе чем верхней и ее алтарь освящен в честь другого святого или праздничного события настоятель у обоих храмов может быть один но называются они по-разному здесь же мы имеем одну церковь на двух этажах пятое пожар на втором этаже в 1834 году о котором говорится в официальной информации это тот самый пожар когда горел даже камень и который сжег всю тулу про этот пожар мы уже неоднократно рассказывали на канале а теперь давайте зайдем внутрь поднимемся сразу на современный второй этаж огромные круглые окна над обычными арочными нужны они как вы думаете друзья для чего много ли они добавляют света или может они для акустики и именно под ними есть выбитые закладные для межэтажного перекрытия выглядят эти закладные так как будто это отверстие не выдалбливали а именно выдирали оттуда балки вполне возможно что это перекрытие и дополнительный этаж были сделаны когда тут располагалась мастерская союз шахта осушения к сожалению по этим отверстиям нельзя точно сказать когда они были сделаны зато точно можно сказать что швы расшиты сразу при возведении стены причем расшиты таким образом чтобы в них не скапливалась пыль расшиты это конечно слишком общее определение в данном случае были сделаны уплотнения подрезка и заглаживания и так на всех швах на всех стенах со всех сторон изнутри то есть штукатурить это здание внутри при его проектировании не планировали кстати стены выложены крупноформатным кирпичом каким образом сделано перекрытие непонятно но поверх него накатан асфальт прямо как на улице в куполе есть отверстие световой барабан когда мы облетали это здание на квадрокоптере то видели запотевшие окна следовательно туда зимой поднимается тепло а если учесть что в этот момент здание было почти пустое то можно представить сколько конденсата образуется на окнах когда храм полон людей и вся эта роса стекает вниз по стенам мало того что это разрушает внутреннюю роспись так она еще капает людям на головы триумфальная арка это так называемые северные царские и южные врата если кто не знал то время есть точно такая же только отдельно стоящие да и не только время таких арок полно по всему миру совпадение запада прямо над современным ходом нас встречает всевидящее око нет не такое скорее такое кстати этот фронтон соком новодел также как фронтон с орнаментом на южном фасаде потому что кирпичная кладка которую мы видим сейчас выполнена из современного кирпича а согласно орнамент это обычная гипсовая отливка более того абсолютно все фигурные элементы наружного оформления вся эта лепнина это обычные гипсовые отливки и местами они уже отвалились например капители на угловом пилястры и наверху колонны на куполе снаружи здание было штукатурено судя по закопченным кирпичам становится понятно что штукатурили после некоторого периода использования без штукатурки более того прекрасно видно заплатки на наружной стене полностью выполнены из современного кирпича на цементе одна из таких заплаток даже сравняла угловую пилястру в наше время отопление храма организована трубой в окошко это уже стало классикой так как здание памятник архитектуры и пробивать дымоходы стенах как делали в девятнадцатом веке сейчас никто не позволит вот и выводит дымоходы в ближайшее окно по воздухозаборной трубе приточной вентиляции становится ясно о наличии нижнего этажа у этого здания особо хочу обратить ваше внимание на стальные петли торчащие стен по всему периметру стен то что это именно петли легко понять по этому снимку сейчас за одну из таких петель закреплен натяжной трос коммуникационных кабелей а когда-то в эти петли были вставлены вот такие клинья и петли эти не что иное как концы стяжек вот и получается что разработчики сочли необходимым в избежание разрушения стен усиливать их стяжками а пользователи спустя какое-то время решили что такой необходимости нет и клинья убрали на самом деле что нужно чтобы универсальное здание приспособить для какой-то одной конкретной цели совсем немного заделать дыры в стене которая уже стала разваливаться а штукатурить снаружи и изнутри и навесить гипсовые лепнины все использую для чего хочешь хоть церковь хоть библиотека не суть принципиально чем здание является сейчас гораздо важнее чем оно было до реконструкции примеров подобных этому мы рассмотрели уже немало все ссылки есть в описании друзья на этом я с вами не прощаюсь даже не надейтесь следующих фильмах пойдем дальше и попробуем рассмотреть один из вариантов того чем могли бы быть подобные здания в прошлом а также приступим уже к сбору всех разрозненных частей в одну общую цельную картину благодарю за то что набрались терпения и досмотрели до конца всего вам доброго до скорых встреч и и и и